Привет всем ребят! Сегодня хотелось бы затронуть очень интересную тему и одну из самых популярных в плане вопросов. Это как попасть на BlizzCon и вообще про турниры, именно связанные с BlizzCon. Не очень давно мой один из главных модераторов и тоже хороший турнирный игрок написал очень интересную и красивую статью. Подробную, понятную, объяснимую. Почему я начал это делать? Потому что меня часто спрашивают на стримах это. И я отвечаю обычно так, зачем ты типа играешь на топ-1, зачем тебе на BlizzCon, как на него попасть? Я обычно отвечаю как, ну я играю ладер для того, чтобы взять топ-1, для того, чтобы получить поинт и попасть. Какие поинты, какой ладер, когда, куда, непонятно, правильно? Когда человек прошел первый раз или не понимает. В этом видео постараюсь все объяснить. Сразу скажу, все ссылки, которые будут использованы на видео, будут под стримом для тех, кому интересно. Ну вот, здесь начинается прелюдия, о которой я уже сейчас рассказал. Начнем сразу с главного. Итак, каждый год Blizzard проводит свою конференцию Blizzard в Anaheim. Это и есть сам BlizzCon, где как раз проводится чемпионат мира по всем играм Blizzard. HOTS, Overwatch, WoW и HS. Правила попадания на чемпионат мира по HS за 2017 год регламентируются данным документом. Ну, здесь документ на 34 страниц английского языка. Кому будет интересно, тот прочитает. Супер подробно все расписано. Очень много текста, много букв. Для тех, кто не любит много букв, не советуется заходить туда. Ну вот. Также на сайте BlizzOw существует краткий гайд. Это как раз таки, о чем мы будем говорить в этом видео, в принципе. Тут рейтинги Европы, это как раз и будет идти речь про типоинты. Это топ, у кого поинты, топ, топ по поинтам. Здесь главное мероприятие, это самые ближайшие топовые турниры, одобренные Blizzard. Как раз и есть прилины. Ну и тут уже вся информация, о которой я вам расскажу. Для тех, кому интересно, зайдет, посмотрит сам. С основными моментами правил на этот год, они в целом похожи на прошлые, но есть некоторые существенные отличия. Отличие заключается в том, сразу скажу. Допустим, система в 2015 году была, то что сезон шел 9 месяцев. И за 9 месяцев топ-32 человека по очкам в своем регионе играли за топ-8 попадения на европейские и азиатские отборы. И топ-4 попадали на BlizzCon. В 2016 было то, что топ-128 плюс еще человек 30-40 ставерн. Играли при Лиме, и кто проходил в топ-8, ехал в Голливуд. И там топ-1 попадал на BlizzCon. Так, три раза по 4 человека с каждого региона. Это 12 человек, плюс был Last Call. Last Call это та же тема, как и в 2015 году. Кто набрал самое большое количество очков, топ-8 человек, играют между собой за слот. И тоже так же в каждом регионе получилось 16 человек на BlizzCon. В этом году почти все то же самое с некоторыми различиями. То есть попадают на прелимы 64 человека, плюс еще 20-30 с Герои Таверны, точно не знаю сколько. И система проведения там не Double Elimination, а точнее Double Elimination, по-моему. Но как на DreamHack'е. То есть играется 7 раундов, и те, кто победил больше всех за 7 раундов, попадают в топ. Как-то так, сложно. Ну, сейчас я все прочитаю, вам расскажу. Сразу, да, решил записать в видео в варианте, потому что я постил и рассказывал на стриме об этой статье. И многие не поняли, поэтому пришлось в видео делать обзор, чтобы наконец-то поняли оставшиеся. Год в Хейс разделяется на 3 сезона. Зимний, ноябрь, январь, весенний, февраль, апрель и летний, май, или это и есть 3 прелима. Групп Громажоры. Так же, как и в Хейсингдоте, 3 раза проводятся. В каждом сезоне за турниры и топовые места легенды игроки получают очки, подробнее о которых будет рассказано далее. Ну, про поинты. После каждого сезона проходит сезон чемпионат по Харстону, на который проходит по 4 человека с каждого региона. Европа, Америка, Азия, Китай. Там их разобьют на группы по 4 человека, после чего они сыграют Double Illumination Bracket и по 2 человека из каждой группы выйдут в плей-офф раунд. Топ-4 каждого сезонного чемпионата получают слоты на BlizzCon. То есть, из 64 человек, то есть, грубо говоря, из 80 человек на каждых прелимов, топ-4 попадают на Багамы с каждого региона, получается на Багамах 16 человек, и топ-4 Багам попадают на BlizzCon. И так будет 3 раза, а потом, я так понимаю, будет Last Call. Ну, да ладно. Для того, чтобы выбрать 4 человека, которые будут представлять регион в конце сезона, проводится сезон Харстон Прелимы, который у нас называется просто Прелимы. В этом году они проходят по системе Свис 7 раундов, после чего топ-4 попадают на сезонный чемпионат. Ну, это вот система DreamHack 7 раундов. Как раз на попадание на эти Прелимы и прохождение на сезонный чемпионат является основной целью каждого соревновательного игрока в ХС. Ну, это вот почему там каждый сезон топим все в ладер через шаманчиков. Важно понимать, что Прелимы проводят в определенных тавернах, которые публикуются незадолго до их проведения, и вам необходимо будет с Симхоном добраться до одной из этих таверн. То есть, допустим, вы набрали топ-64 очков, допустим, вы живете в Москве, и вы должны зайти... Так вот, надо будет найти ссылку, в любом случае под стримом будет, на таверны. На сайте Battle.net есть таверны, одобренный Blizzard, и в Москве тоже несколько таверн есть. Самое популярное, которое я ездил, и мои знакомые тиммейты, это Fireplace. То есть, пишите им, регистрируйтесь, приезжайте, отыгрывайте. Все просто. Дальше. Попасть на сезонные Прелимы можно двумя путями. Первый путь набирать ХВЦ, Харсон Воллд Чемпионшем Пойнтс, или просто очки Близкона, как раз за которые даются в ладере и за турниры. Каждый сезон, начиная с нуля, можно заработать очки за рейтинговые игры, одобренные турниры, мажоры и за предыдущие Прелимы. В конце сезона те, кто набрал не меньше, чем 64 место по соответствующему серверу, проходят на Прелимы. Топ 64. С рейтингом на текущий момент можно ознакомиться здесь. Но опять же, ссылка, эта ссылка на... Грузит. На батлнете с поинтами на каждом сервере. Куда почему-то не открывается. Начал записывать видео, и ничего не открывается. Ну круто. Хм, еще раз попробую. Качественный контент. Ладно, я оставлю, я в любом случае оставлю все ссылки под стримом, сами можете зайти, посмотреть. Там можно посмотреть рейтинги за все сезоны на всех серверах. К сожалению, он не сильно часто обновляется, но всегда указана дата последнего обновления. Если подробнее рассмотреть пути получения очков, то получится следующая картина. Первое. Рейтинговый сезон. За каждый месяц соответствующего сезона каждый игрок в легенде получает очки в соответствии с его местом на окончании сезона. Ну вот, если вы берете топ-1, то получаете 12 очков именно в конце сезона. Не просто взяли топ-1, а именно закончили сезон. Топ-10-10, ну и тут так далее. В этом году добавили 101-200 и вообще за легенду 1 поинт. Раньше этого не было. То есть было просто топ-100. Вне зависимости от своего региона можно получить очки за любой сервер. То есть если вы проживаете в Европе, но взяли топ-10 в Америке, вы получите 10 очков в зачет Европы. Но за каждый месяц можно получить очки не более чем за один сервер. Что это подразумевает? Смотрите, допустим, вы являетесь гражданином России, но играете на американском или азиатском сервере, занимаете там топ-10, а допустим на Европе заняли топ-100. За топ-100 вы получаете 4 поинта, как бы за топ-10 10 поинтов. Но дается за один сервер. То есть за один сервер с наивысшим результатом. Вы заняли на Америке топ-10, на Европе топ-100, вам дадут за Америку 10 поинтов на Европе, так как вы европеец. Держу в курсе. Одобрены онлайн-турниры. Список всех одобренных турниров, за которые можно получить очки, опубликован в соответствующей секции сайта. Надеюсь, откроется. Если нет, то окей. Белый фон. Отлично. Ну, ссылка тоже будет, увидите. Там правила написаны. Правила по серверам здесь действуют так же, как и для рейтингового сезона. За места на таких турнирах вы получите очки в соответствии со своей местной сеткой плей-офф. Но тоже вот за первое, второе, третье, четвертое, восьмое место определенное количество поинтов. Также важно то, что за один месяц нельзя получить очки более чем за один турнир. Среди всех турниров за месяц вы получите очки только за тот, на котором взяли наивысшую позицию. То есть, если вы выиграли один турнир и выиграли его, вы получите пять очков. Но если вы взяли на одном турнире второе место, а на другом третье, то вы получите три очка. То же самое, как с ладером. Если вы заняли на Америке, там, на американском... Точнее, на одном турнире выиграли его, а другой, там, второе, третье место, вы получите очки за самый высший результат, то есть за выигрыш. Пять очков. Тоже такая же система, как в ладере. Ничего трудного, вроде бы. Мажоры. Это турниры с крупным призовым фондом, который проводит такие организации, как Dreamhack, PGL и другие. Ну, всем известные. На них можно попасть через открытые квалификации или просто зарегистрироваться и поехать на место проведения. Ну, в данном случае, поехать на место проведения, это Dreamhack. Там можно любой желающий может принять участие, заплатив определенную сумму, приехав туда и поиграл. Они обычно указаны тут. Тоже, надеюсь, откроется, но, похоже, нет. Классно. Там сетка, показанная со всеми турнирами. Тоже посмотрите. Однако, если на турнире есть открытая квалификация, то они лучше узнавать на сайте самого турнира, потому что на сайте Blizzard о квалификациях никакой информации нет. В целом, лучше следить за сайтами соответствующих организаций. На данных турнирах следующее распределение поинтов. Но, опять мы видим. 15-12-8. Это за мажоры. Выиграл Dreamhack, получил 15 поинтов. Практически попал на приливы. Также важно знать, когда вы видите крупный турнир и пытаетесь понять, дают ли за него очки, а такой вопрос возникает часто, например, с ВЦА, вот как раз на котором я играл, правило четко указано, что для того, чтобы за турнир можно было выдавать очки, все участники должны быть в равных условиях, будь то открытая квалификация или турнир, где просто приходишь и участвуешь как Dreamhack. Почему за ВЦА не давали очки? И были квалификации со всех регионов. Именно закрытые квалификации по инвайтам, вот как раз куда я попал и через которые я вышел, и были несколько открытых квалификаций. То есть, если бы были только открытые квалификации, за этот турнир давали бы поинты. А с учетом того, что присутствует элемент инвайта, который практиковался в 2015 году, когда на все турниры Тайса, Лавкочи и остальные топовые игроки получали исключительно они инвайты, ну, тогда давали поинты. Потом они поменяли его как раз по ретику, и сейчас за инвайты не дают поинты. Ну, в принципе, это и правильно, и честно. Не поспоришь. Дальше. Указано для того, чтобы получить за турнир, уже были очки. Так, то есть, если некоторые игроки получили сразу приглашение на закрытую квалификацию на ВЦА или непосредственно на Dreamhack Лепсик в прошлом году, то очки за такой турнир выдаваться не могут. Все правильно, честно. Четвертый. Прелим прошлого сезона. Здесь очки получаются в зависимости от того, какое место было занято на прелимах или прошел ли игрок на соответствующий сезонный чемпионат. Здесь можно получить от 1 до 20 очков за победу на последнем сезонном чемпионате. Это все имеющиеся на данный момент получения очков близко для попадания на сезонные прелимы. Второй путь попадания на прелимы – это турнир Герой Таверны. Я сам, на самом деле, в нем не шарил и благодаря этой статье понял. Ну, много чего понял. Никогда там не участвовал и не было, на самом деле, возможности и желания. Он всегда проводится непосредственно накануне прелимов. Попасть туда можно, победив утвержденных ХС-кафе, которые имеются во многих городах Европы. Список всех ближайших турниров Героев Таверны можно найти по этой ссылке. Надеюсь, откроется. Оно открылось. Так, и тут открылось что-то не то. Гаттерингс. А, вот, ХС-кафе. Ну, вот. Понял, это в Твери смотрел. Здесь можно выбрать страну, я так понимаю. Вот, допустим, выбираем Россия. Россия, и вот мы видим. Что мы видим? Харстон кафе «Узлы ведьмы», Харстон «Винтерплоуф дейвун» «Москов раши». И здесь на каждую, вот куда мы ни кликнем, я так понимаю, мы получаем, да, мы получаем место проведения и тут о встрече. И так можно посмотреть именно ближайшую для вас таверну в Питере, в Москве. По-моему, только в Питере и в Москве проводятся. Да, Питер, Москва. Ну вот. И, ну, куда я ездил, это фаерплейс. Сейчас попробуем ее найти. Фаерплейс, фаерплейс. Не могу найти. Так, Москва. Или я туплю, либо... Ну ладно, это не очень важно. В общем, все тут найдете. Все они помечены специальным значком. Также имеется список всех текущих героев таверн по всей Европе. Ну, тут должна быть карта. А, ну тут тоже очень много текста. И тут, там, в Германии, в Нидерландах, в Швеции, в России, тут все указано. Все таверны. Сотни, наверное. Сколько их тут? Ну, я думаю, да, больше сотни. Классно. Однако, обновляется он тоже с большой задержкой. Формат турнира героев таверны я не нашел, но топ-8 этого турнира проходит на соответствующие прелимы. Но, скорее всего, там тоже формат турнира, как и всеми популярный конквест. То есть, конквест с баном, 4 колоды, 1 колоду банить, и бестов 5 до 3 побед. Тремя колодами надо выиграть. Все логично. И топ-8 этого турнира попадает на прелимы. Таким образом, каждый сезон определяется по 400 участников чемпионата мира. В отличие от прошлого года, в этом году не будет турнира Last Call. Вот, я вам говорил про Last Call в том году, в этом году его не будет. Тоже не знал. Последний слот на BlizzCon получает игру от каждого региона, который набрал наибольшее число очков в своем регионе за все сезоны суммарно. То есть, за все время, пока проводятся 3 прелима, это общее время. Но при этом еще не заработал свой слот на BlizzCon. То есть, если вы топ-1 по очкам за 9 сезонов, как было в 2015 году, получаете автоинвайт. Также один из самых заданных вопросов, сколько нужно очков в сезоне, чтобы пройти на прелим. Суть в том, что этого никто не знает. Почему не знает? Нет никаких определенных рамок, потому что поинты разные люди могут набрать разное количество. Допустим, в том году на весенние прелимы нужно было 13 поинтов. В этом году нужно минимум 17. В зимнем, по-моему, в том году было то ли 11, то ли 12. Ну, в таком духе. Нет никаких рамок. Смотрите рейтинги, ищите себя, оценивайте свои шансы в плане в топ-64. Если чувствуете, что не хватает, топите турниры, топите ладер, играя в герой таверны. Ну и тут уже концовка. Очень хорошая статья. Тоже мне помогла, допустим, разобраться в герой таверны, потому что не знал, почти не знал, что это такое. Ну, надеюсь, этот видео что-то вам помог. Если, точнее, это видео вам чем-то помогло, если вы хотите там участвовать в турнирах, попасть на BlizzCon, или что-то в таком духе начать киберспортивную карьеру, то, пожалуйста, работайте, побеждайте, участвуйте, нагибайте. Поэтому, надеюсь, что это видео чем-то помогло. Видеоформат был специально, еще раз повторюсь, сделан для того, чтобы было более все наглядно и понятно. Все ссылки, которые были вот здесь, и которые не открывались, все будут под стримом с пометками. Поэтому, кто хочет зайти, посмотреть, почитать, заходите под видео на YouTube и ВКонтакте. Ну, и на этом, скорее всего, все. Спасибо большое за просмотр. Если у кого-то какие-то будут вопросы, пишите на стриме, пишите в ВК, постараюсь ответить. Хотя, в принципе, не думаю, что какие-то вопросы остались, но вдруг, вдруг, все вроде понятно, наглядно. Поэтому, спасибо всем большое за просмотр, удачи.